Способ наполнения бюджета. Почему у Силуанова улучшилось настроение? Здравствуйте, сегодня вторник, 25 июля, с вами Максим Блант и свежая новость дня. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Аргументом и фактом» рассказал, что дефицит бюджета по результатам года составит 2-2,5% ВВП. Точнее, можно будет сказать во втором полугодии. Строго говоря, второе полугодие началось почти месяц назад, но придираться не будем. Главное, министр финансов заверил, что ресурсов для финансирования как плановых, так и дополнительных расходов достаточно. Напомню пару цифр. В бюджете на текущий год заложен дефицит, немного не дотягивающий до 3 трлн рублей. Это примерно 2% ВВП. По результатам первого полугодия расходы превысили доходы на 2,6 трлн. Иными словами, лимит практически выбран. Справедливости ради следует отметить, что по результатам мая, когда дыра в бюджете была на 800 с лишним миллиардов больше, ситуация выглядела куда как более драматично. Связан июньский профицит с поступлением квартальных налогов. В марте была аналогичная ситуация. И все же оснований для непробиваемой уверенности Силуанова стало несколько больше. По всей вероятности, в первом полугодии было принято принципиально важное решение – не препятствовать плавной девальвации рубля. Минфин вздохнул с облегчением. Часть государственных доходов по-прежнему исчисляется в долларах, а расходы все рублевые. И тут совершенно не важно, чем расплачиваются покупатели за российский нефть и газ – юанями, рупиями или рублями. Цена все равно устанавливается в долларах. И не только цена, но и экспортные пошлины, и налог на добычу полезных ископаемых. Все собирается, исходя из долларовой цены, хотя и в рублях по курсу. Чем выше курс, тем больше рублей. Страшные трехзначные цифры пока используются только для курса евро. Но люди постепенно привыкают, так что в случае необходимости и доллар можно провести через 100-рублевую границу. А там и вовсе никаких границ ориентиров не останется. Вот только все имеет свою цену. Слабеющий рубль – это дорожающий импорт. И вот уже Банк России на последнем заседании неожиданно резко повышает ключевую ставку сразу на процентный пункт. А глава ЦБ Ильвера Набиуллина предупреждает, что это повышение может оказаться далеко не последним в этом году. Повышение ставки означает более высокие проценты по кредитам, как для населения, так и для бизнеса. А это еще сильнее снижает возможности предприятий, работающих на внутренний потребительский рынок, конкурировать за ресурсы, в том числе и трудовые. Военные-то заводы ни от каких ставок не зависят. Государство с прошлого года им платит авансом. Не следует забывать, что конкурировать за кредиты компаниям приходится из государства. В том же интервью Силуанов посетовал на то, что наращивание госдолга для покрытия дефицита бюджета обходится недешево. Десятилетние бумаги приходится размещать с 11-процентной доходностью. Это при ключевой ставке 8,5 и официальной инфляции ниже 4%. И если государство, которое считается самым надежным заемщиком, готово занимать под 11%, то частным компаниям таких ставок не видать как собственных ушей. Так что перекос в сторону военной промышленности ускоряется. И лозунг пушки вместо масла все больше становится российской реальностью. На этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.